Городской телеканал Заволжья ТВ уже рассказывал о проводимой на территории города Заволжья месячника по благоустройству города. Практически целый месяц город приводился в порядок силами муниципальных организаций, предприятий города и силами самих горожан. В преддверии праздника Великой Победы наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы лично оценить проделанную работу и пообщаться с заволжанами. Вы участвовали в субботниках? Да, участвовали. А вы от предприятий Леписос Межуков? От предприятия. Вас устраивает то, как прибран город к Дню Победы? Не совсем. Вот только в праздник убирают. А качество уборки? Везде чисто, на всех улицах? Не везде, конечно. Чисто в городе? Да, чисто. А по сравнению с прошлым годом? Ну, очень было мусор. В прошлом году было грязнее? Да, да. А в этом году было... А в этом году чисто, чисто, чисто. А вы участвовали в субботниках? Да. Здесь вот близко нравится, а там где-то подальше, так не очень ничего убирать. На дворах грязного считаете? Ну, нет, в среднем. Спасибо. Как ты считаешь, чисто в городе? Чисто, мне кажется. А ты участвовала в субботнике? Нет, не участвовала. А с прошлым годом ты можешь сравнить? Город чище или нет? Да, не знаю. Возможно. Но состояние города на сегодняшний день тебя устраивает? Да. Ну да, так чисто, там приюграно. А в прошлом году вы помните, как была убрана наша территория? Так же было чисто или нет? Да, не, в этом году получше. В принципе, готов. Только что дороги много не заасфальтировано. Дорог еще? Ну как, удовлетворительно, конечно, но все равно мне не нравится то, что на бочных песок не убирается. Раньше были субботники, выходили все жители, вот это мне нравилось. В целом уборка выполнена во всех микрорайонах города. Даже в таких проблемных, как финский поселок, улица Железнодорожная и Привокзальная. Стоит отметить, что несмотря на генеральную уборку за Волжья, до сих пор встречаются места, где не ступала нога человека с метлой и мусорным мешком. Так, к примеру, на финском поселке нам посчастливилось встретить живописную свалку, которая всем своим видом говорила, что мусор не вывозился не менее двух недель. Но в целом результат объезда города нашей съемочной группой оставил положительное впечатление, вселяя уверенность, что праздник Победы 9 мая жители города встретят в чистоте и порядке.